Какой красивый у тебя сегодня хвостик, косичка. И ты красавица. И ты красавица? Конечно. Спасибо. Друзья, всем большой привет. Всем крепкого здоровья. Это замечательно, что вы видите сейчас меня. Если вы сейчас смотрите меня, значит, то 100% вы живы. Это очень хорошо. Что у меня здесь? Тыквы. Еще много у меня тыквы. Там даже несколько еще таких вот кабачков. Я хочу это козочкам потихоньку рублю. По одной тыковке козлятам. Это небольшую порублю им сегодня. У нас ночью был небольшой дождик. Земля мокрая. Дождь был небольшой. Ой, так, тут отлив надо. Все надо. Почти каждый день балую козлят тыквой. Рублю тыкву, друзья, по два, по три раза это самое. Отрубываю, ну, стучу, в общем, на одном месте. Думаю, подумают, что тыква такая твердая, что топором не разрубишь. Просто, друзья, сильно не бью. Ну, если буду сильно рубить, как бы, там, разлетаться будет очень сильно тыква. Она крошится, будет разлетаться там. Потом собирать ее. Она и так разлетается. Поэтому стараюсь потихонечку ее, как это говорят, тюкать, тюкать. Иду, иду, малышня. А вы купаетесь, да? Мокрые все. На улице прохладно. Выпьем, хоть бы объяснили, что не надо купаться, холодно. А ты ж мамка ихняя. А? Так, друзья, ну, че, пока у меня цемента нету, чтобы полами заниматься. Че, у меня надо дверь. Вот эти вот доски. Вот двери, вот. Можно с них начать потихоньку. Будем заниматься дрелью. Что-то, друзья, не хочет откручиваться эта гайка. Первый раз такое. Крутится непонятно что, непонятно где. А, ну, если постучать. Рыбками пошла. Че так затянулось натуга. Так. Че так затянулось на тяги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажем, вот оно на двери готовы доски... Теперь у меня... Другой вопрос... Тут вот... Опилочек гора... Подзабился... Прям аж... Неожиданно... Такая гора красивых опилок... Сейчас бы... В бетонных... Куда-нибудь... Мне надо еще настрогать... Кое-чего... У нас идет дождик, друзья... Видите... Типа как туманчик... Моросит дождь мелкий... Ну... Вместо снега... Да... Зима как-никак... Огород... Слава Богу... Вспаханный... Я... Что-то так вот... Бюджет, друзья... Поджимал немного... Вот... Надо было за навоз заплатить... А... И... В общем... На вспашку... В общем... Оттягивал навоз... А потом... Когда... Надо было вспахать огород... Ой-ой-ой-ой... Попрошайки... Когда надо было огород вспахать... В общем... Уже звоню всем... Они говорят... Что уже плохо цепили... Что уже все... Надо было раньше... Вот... И я уже не надеялся... Что в этом году спашу огород... Думал уже весной... Там что-то делать... Ну... Вспахал... Так, друзья... Я вот эти доски... Хотел еще построгать... Это у меня на другие нужды пойдут... Эти доски... Не на двери... Вот... Надо тоже... Гвоздики повытаскивать... Чтоб... Не затупить ничего... Вот эти три доски... По-моему... Да? Приготовил... Так... И потом мне надо еще доски... Толщиной примерно... Двадцать... Чтоб когда я построгаю... Они были восемнадцать... На двери... Это что тут у меня... Ой... Тут даже уже... Ну и не лопнутые... Ничего... Тут еще проблема в этих... Поддонах, друзья... Доски... Гвозди забиваются какие-то с проволокой... Но я... В прошлый раз затупил... Ножи... Очень сильно... Так... Я даже не знаю... Эти поддоны разобрать... Или нет... А? Что делать-то? Тут место есть где разбирать, да? Так... Сейчас мы эти доски отстрагаем... Эти три доски... И потом... Суп с котон... Все... В общем эти доски надо меня отстрагать... Доски, друзья... В основном использую... БУ... Ну бывают и новые покупаю... Это... Доски вот эти... Я хочу... Использовать... Для лавочки... Сейчас хочу отстрагать... А потом посмотрим... Может ближе к весне... Может... Нечем будет заняться... На лавочку эти доски потом прибить... Может даже их покрашу... Пускай... Окрашенные стоят... Поэтому надо очень внимательно... Чтобы... Ни одного гвоздя не осталось... Вот это... Досточки... Вот это... Это называлась дранка... Такая... Делались решеточки... И прибивались к потолку... А потом глиной мазалась... Глина с соломой... Чтобы прилипала... Сейчас серпянка и... Штукатурка... Да... Раньше вот была дранка... Так... С потолка... Скорее всего домик... Который разбирал... На участке... Скорее с него... С него... Скорее всего... Это доска... Очень конечно... Не хочется чтобы... Гвозди где-либо попались... Потом ножи точить... Поэтому... Внимательно... Все осматриваю... Стараюсь... У меня... Друзья... Есть знакомый... Как это... Плотник... Столяр... Плотник... Вот... Он... Красивые вещи делает... Вырезает по дереву... И все... Вот... Он мне ножи точил... Я ездил к нему... Чтобы ножи наточить... Я к нему пришел с просьбой... Говорю... Давай... Говорю... Тебе досок принесу... Бушных... Ну... Много... Сделай мне дверь... Когда я самую первую дверь... Которую я делал... Своими руками... В доме... Говорю... Ничего... Я к нему с этой просьбой пришел... Он говорит... Нет... Говорит... С бывшного леса... Я не возьмусь... Вот... То есть... Ну... Я бы ему за работу... Там заплатил бы... Там... Может тысячи две... Вот... Он бы там за день эту дверь сделал бы... И... Ну... Была бы красивая дверь... А так получается... Он говорит... Только из нового леса... Потому что... Говорит... Затупится там... Что-нибудь... Где-нибудь гвоздик попадет... Я так посмотрел на него... Если честно... Сразу такой... Даже немножко обиделся... Думаю... Ну че... Вот... Как так... Ну... Отказал... А потом дома... Взял этот станок... Как раз приобрелись с Надюшей... Начал строгать... И... Буквально на первой доске из поддона... Пошла полоса... Ну... Видно что... Он не выбирает... Там что-то где-то... Скололся... Нож... Я прострогал... Стал смотреть... А там вот... Гвозди... Которые убиваются... Будем сейчас поддоны разбирать... Посмотрим... Там вот... На гвозде... Прямо проволочка какая-то сбоку... То есть... Забивается гвоздь... Вместе с проволокой... Проволока припаяна к гвоздею... Не знаю зачем... Честно говоря... Вот... Эта проволочка... Остается... И вот она тупит зубья... Вот... И в общем... Вот это вот я сразу затупил ножи... И я понял в общем что... Человек не зря отказался... Поэтому я сейчас доски... Внимательно просматриваю... Ну... Своё вроде бы как... Всё-таки своё... Ну... Вот из тех досок... Получились вот такие красивые... Три доски... Ой... Напылил тут друзья... У меня сегодня... Строгальный день... Фу... Пыльно... Опилок ещё поддобавилось... Ой... 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 Друзья... Вот вроде бы красивый поддон... досточки такие красивые новенькие смотрите как его использовать гвозди раз два три 4 5 6 7 8 8 гвоздей 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 гвоздей 2 1 2 3 4 5 6 7 8 20 сколько 24 гвоздя в одной доске на куда эта доска никуда не пойдет решет тут тоже по набит от 3 4 5 6 7 8 по 8 гвоздей в каждой доске не здесь а доски не буду отрывать море и другом месте пригодится а 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 и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаю, друзья, что-то мне эта затея не очень уже нравится Досок я наотрывал Досок Тоже гвозди срезанные такие Как бы и хочется и колется Сделал столько досок наковырял, а сейчас думаю Вообще не напрасно ли это все Вот еще гвозди вытаскивать Так, надо немножко чем-нибудь другим заняться И пока обдумать дальнейшее действие Потому что на самом деле Будет обидно, да, если Как бы и станок затуплю Ну, вроде как должен быть толк, ну Ладно, надо немножко с мыслями собраться Это вот дровишек здесь немножко Тут Около половины тоже в дрова пойдет Эти доски я не знаю, куда они Ну, куда-то может для черновой работы Там опалубку делать или еще что-нибудь А так вот гляньте тоже гвоздей Тут вот четыре гвоздя Два Три Ну, гвоздей, в общем, море Вот они Это тоже если повытаскивать Ну, некрасиво будет такие доски использовать Они вон все в дырочку Все в крапушку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я думаю, еще одну такую коротышку мне сделать У меня есть вот такое страшненькое Страшненькое вот такие вот Гвоздищи тут Вот они Гвозди, всем гвоздям гвозди Я думаю, еще одну доску Такую вот сделать Из вот этой сейчас окультуре Просто уже не из чего делать Хотя есть из чего можно взять Вот такое Вот Не менее страшное Ну, вот это я хочу Друзья, Вот та досточка, которая была страшненькая С гвоздями Вот она Она теперь красивая Вы знаете, очень плохо строгает Я вот не пойму Некоторые доски прямо просто вжуху Вот эта вот Такая красивая пилка Построгал и все Это вот Так не построгаешь Ну, рисунок покрасивее Конечно Вот Такая красотуля Друзья, хочу варенье Хочу варенье Это не варенье Это Это яблочное пюре По-моему Это грушевое варенье По-моему Что тут у нас еще Ох, томатный сок Огурчики Тут у нас Соленья Всякие Так Я возьму пюрешку Наверное занесу И Это из алычи Кстати, о чем мы делали Там что-то такое Остренькое Вкусненькое Так, все Грушевое варенье И яблочное пюре Друзья В общем, больше половины дня Я прострогал Пролазил У меня по-моему Нос даже опилками забитый И не только нос По-моему Что-то у меня Кашлять хочется Такой неприятный Запах носа В общем Хватит на сегодня И так больше, чем полдня Потерял Я хотел оладушкову пожарить Обещал Надюше к ее приходу Детворе С садика Оладушки Их не сложно жарить Заодно Как бы Отвлекусь Подумаю Над дальнейшими действиями Примерно Как бы у меня Есть в голове Как это Что сделать Но В общем Как говорил Один Из моих бывших начальников Тыщенко Владимир Иванович Был такой Мне нравилось Он говорил Лучший отдых Это смена работы То есть Когда чем-то другим Занимаешься От той работы Которую делал Ты отдыхаешь Поэтому Вот я сейчас Пожарю оладушков Отдохну Как раз От Той работы Которую делал И есть время Поразмышлеть Сейчас Помоюсь Переоденусь Пылью Просто По-моему Я весь Пыльный Ужас